Музыка Сегодня в нашей любимой филармонии звучит музыка в исполнении государственного академического симфонического оркестра. Солирует квинтет деревянных духовых инструментов. Недавно из гастрольного турне по Малайзии, Турции и Индии вернулась казахстанская делегация под руководством Аймам Сухаджаевой. Немецкий фотограф Диттер Зайц путешествуя по Казахстану увидел виртуальные пейзажи. Если бы она захотела стать, например, даже балериной, я думаю, что это бы у нее получилось. Такой вот артистизм натуры, врожденный талант ко многим искусствам. Сегодня в нашей любимой филармонии звучит музыка в исполнении государственного академического симфонического оркестра. Солирует квинтет деревянных духовых инструментов. Это культпоход. Здравствуйте. Насыщенная концертная деятельность казахской государственной филармонии имени Джамбыла не сбавляет оборотов ни в будни, ни в праздники. Минувший год вообще выдался для филармонии очень ярким и активным. Здесь отметили 80-летие. Ну а поклонников классической музыки, готовых провести зимний вечер здесь, всегда достаточно. Я думаю, что те люди, которые сегодня вечером пришли, они именно пришли прослушать что-то необычное, что-то новое. Новшество, которое не каждый раз можно увидеть на такой сцене, как филармонийский зал. Так что надеемся, что почаще будут такие музыканты, такие композиторы представлены. Концерт в этот вечер состоял из произведений Кумызбекова «Шнитке и Моцарта». Комментарии неподражаемого Юрия Петровича Аравина, как всегда, украсили программу. Если восьмая симфония Шнитке показалась некоторым зрителям несколько тяжеловесной, то второе – деление впечатления уравновесило. Легкий праздничный моцарт для приятного вечера – то, что нужно. А коль скоро звучат произведения любимых композиторов со сцены филармонии достаточно часто, милости просим сюда и в Новом году. Все происходящее нынче на концерте можно уместить в одно емкое слово – восторг. Восторг от конферанции Юрия Петровича Аравина, восторг от уровня нашего симфонического оркестра и восторг от произведений, звучащих со сцены. Анастасия Медонцева, культпоход, Алматы. Недавно из гастрольного турне по Малайзии, Турции и Индии вернулась казахстанская делегация под руководством Аймаму Сухаджаевой. В состав творческой группы во главе ректора Казнуи вошли 160 студентов из Евразийского симфонического оркестра, фольклорного ансамбля «Сырлэсас», ансамбля дамбристов «Шабет», оркестра народных инструментов, танцевальная группа «Балауса», ансамбля скрипачей «Айгулек». В Турции были организованы концерты в самых больших концертных залах – «Конгрезью» в Анкаре и «Зорлу» в Стамбуле. Приемы, дипломаты, дипломатический корпус, а также интеллигенция была приглашена и вызвала очень большой резонанс. В Индии концерты такого уровня проводились впервые. Концертные программы прошли в самом крупном концертном зале Индии – «Сири Форд Аудиториум» в Дели. На следующий день был организован «Опен-эйр». Очень много слушателей пришло на этот концерт, что очень удивительно, потому что воскресный день, и мы играли в «Вивальде» времена года, и играли разнообразную музыку, начиная от Гайдена и Моцарта. И организаторы сказали, что очень здорово, что вы приехали. Кроме классических произведений, таких как «Каватина Фигаро» из оперы «Сивильский цирюльник Рассини», «Ронда Капричоза», «Сенсанса», в концертной программе прозвучали сочинения Кашгалиева, Серкибаева, Кюи Нургисыт Линдиева, которые Айман Мусахаджаева сама переложила для скрипки. Для публики эта музыка звучала впервые и вызвала большой интерес. Также к 25-летней зависимости дать опять отчетные международные турне, так же как в Казахстане, так и за рубежом. И, конечно, мы уже в следующем году приглашены на Берлинский фестиваль молодежных оркестров в августе месяце. Также мы приглашены, у нас 16 ноября состоится концерт в концерт-хаус в городе Вене с симфоническим оркестром. И также мы даем концерты к 150-летию Московской консерватории, Большом зале консерватории в мае месяце и в апреле месяце. Заграничный гастрольный тур студентов и педагогов Национального университета искусств и самой Айман Мусахаджаева расписан до конца 2016 года. Музыканты делают все, чтобы улучшить международный имидж Казахстана. Программа «Культпоход» Айнара Байгрунова, Астана. Немецкий фотограф Диттер Зайц путешествуя по Казахстану увидел виртуальные пейзажи. Все свои работы он запечатлел на фотоаппарат. Увидеть красоту в повседневности способен не каждый. Стройка, огороженная забором, а на нем баннер. Каждый день мы ходим мимо таких сооружений. Что интересного в этом, скажете вы. Их задача – придать эстетический вид во время строительства. Немецкий фотограф смог разглядеть в этом другой мир. Своё видение он демонстрирует в работах, выставленные в Карагандинском государственном изобразительном музее. Делая снимки Астаны, фотограф Диттер Зайц натыкался вот на такие заборы и жести. А когда присмотрелся, увидел другую плоскость. Вот этот снимок совмещает в себе несколько времен года – зиму и лето. Парадокс. Эта работа является примером обмана зрения. Здесь мы видим сразу три плоскости – снег, лето и человека, входящего в него. Первое, что приходит на ум – это сделано в фотошопе. Но это не так. Это просто в заборе вырезана дверь. На этой работе изображен горный пейзаж. А на переднем плане мы видим современный автомобиль. Возникает вопрос – где реальность, а где рука компьютерного гения? Своими работами немецкий фотограф пытается затронуть философскую тему – что такое реальность. Меня интересует восприятие изображения при разных обстоятельствах. Мне очень интересна размытость между реальностью и обманом зрения. С этой выставкой немецкий фотограф и путешественник побывал как в Казахстане, так и в Европе. Воспринимает по-разному, рассказывает автор. Так, на родине мастеров Германии устанавливают такие же заборы с баннерами, только изображают на них не пейзажи, а информацию рекламного характера. Немецкого фотографа интересует не только фотография. Ему важно знать, как влияет Запад на Казахстан. Он интересуется традициями Казахстана, советское наследие Казахстана. Также важно, что все эти три составляющие сливаются в единое. И что из этого получится, очень интересно для гостя. Любовь Мартин Кенич, Караганда. Как и было обещано ранее, экскурс в историю казахстанской живописи и рассказы о художниках и картинах родной земли в рамках культпохода продолжаются. Сегодня в галерее «Жиухар» мы снова беседуем с Ольгой Владимировной Батуриной. К счастью, казахская школа живописи, в ней много женщин-живописцев, выдающихся, интересных. Но центральное первое место занимает в ней именно фигура Гульфоруса Смаиловой. Удивительная судьба у этой художницы, удивительное ее творчество. При жизни уже про нее писали только блистательное, великолепное, очаровательное. На самом деле, наделенное такими многими талантами, что если бы она захотела быть актрисой, она бы стала выдающейся актрисой. Семь актерских работ в кино об этом говорят. Если бы она захотела стать певицей, она бы стала прекрасной певицей. У нее был слух музыкальный, она закончила школу музыкальную. Если бы она захотела стать, например, даже балериной, я думаю, что это бы у нее получилось. Такой вот артистизм натуры, врожденный талант ко многим искусствам. И самое главное, любовь к искусству. Выпускница института имени Репина Исмаилова в годы учебы познакомилась со своим будущим супругом Евгением Сидоркиным. И, уговорив его переехать в Казахстан, подарила таким образом нам еще одного замечательного художника. Творчество самой Гульфа Ирус Мансуровна как художника делится условно на два пласта. Живописные работы и сценографические, в первую очередь, эскизы театральных костюмов. Чио-Чио-Сан, безусловно, жемчужина в коллекции нашего театра оперы и балета. И этот спектакль был поставлен в 60-е годы. И эта история Чио-Чио-Сан была, конечно, близка самой Гульфа Рус Исмаиловой. Потому что история этой красавицы японской, отчасти история жизни самой Гульфа Ирус. Эскизы костюмов Чио-Чио-Сан выполнены в манере, которая погружает зрителя в предмет сразу. Вы будто любуетесь на традиционную японскую ширму. Все здесь правдоподобно, убедительно и очень музыкально. Этой музыкальности много в работе. И то, как выстроена композиция, и ритм такой мелодичный, и пластика фигур. Она очень музыкальная и очень созвучна самой опере Пучини. Который, как известно, кстати, в своей опере использовал японские народные мелодии. Поэтому в этом спектакле все совпало. И талант Гульфа Рус Исмаиловой, и история, которая рассказана Пучини. И вообще весь антураж декоративной этой оперы. Нельзя не отмечить и смелость выборить цветов, присущие Исмаиловой. Не каждый художник решается на столь яркие краски. Та же смелость проявляется и в портретных работах, написанных Гульфа Рус Мансуровной. Об одном из них Ольга Батурин расскажет нам в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин